добрый день уважаемые зрители и гости нашего канала сегодня у нас продолжение моих истории и так это тверь поселок васькин мох это строгий режим и соответственно 2001 год то серия у нас закончилась на том что ко мне ночью на свиданку на длительную пришли два оперативника и попросили у меня ключи от машины и моя жена наташка им эти ключи дала с ним и вопросом а с какого хрена вообще должна давать кому-то ключи то что пришли эти ребята для меня как для человека но думающего почему вдруг это произошло я так ну разбил на две вещи первое что у них была край какая ситуация а как бы восьмерка моей жены ну привлекала внимание и то есть можно было взять и поехать момент 2 это была могла быть обычная проверка то есть начну ли отрендеть по зоне что я вот такой даю машины и так далее здесь как бы для меня до сих пор непонятно но сыграла как бы хорошую вещь для меня первое это я сразу и грузанул тем что у меня на свиданке кое-что вынести не какие-то там запрещенные предметы там крупы ну и всякая такая мелочь но который может не пройти через обычную свиданку варить было нельзя то есть плитки были запрещены то есть какие такие вещи но которые вас напрягают но в принципе сильно снимает ваш вопрос по поводу того чтобы чем ну чем-то получше попитаться чем столовой а учитывая что я уже рассказывал что в столовой я практически не ходил только когда меня наш лучший друг дмитрий владимирович дпнк вызывал меня пара то есть где-то в месяц он раза два-три меня насильно тащил столовую то есть мне приходилось давать одеваться и приходить туда показывать что я пришел но в принципе потом он делал уже прекратил потому что я чем дольше оставался на промзоне тем меньше меня касался эта проблема но на промзоне у вас же тоже есть плитка и на этой плитке нужно что-то готовить если кому-то интересно мы можем посвятить какой-нибудь ролик именно как это все происходит в тюрьме как это все происходит на зоне вообще как это делается плитка куда прячется ну и такие какие-то моменты просто я не знаю если интересно можем этого коснуться идем дальше значит как только я вышел с длительного свидания у меня уже проблем с тем что кто мне будет заносить крупы не было бедный этот шныр со свиданки он же все это мне и припер с негласного разрешения наших оперативников большого криминала в этом нет но плюсов от этого я получил по максимуму то есть если до этого у нас было настороженное общение и при мне они старались не разговаривать то отношения намного потеплели и стали практически приятельскими многие наверное сейчас подумают о гера ты же говоришь что ты порядочный арестант а у тебя смотри с режимником у тебя с оперативником давайте для тех кто не понимает что это такое я еще раз поясню порядочность заключается не в том что ты можешь разговаривать с режимником с оперативником с начальником у вас брат может быть в тюрьме работать там старшим операм у вас сосед может работать режимником что угодно может происходить порядочность это именно то как вы общаетесь если у вас приятельские взаимоотношения вы разговариваете о чем угодно это как раз нормальное явление а вот если вы бегаете за какие-то посулы свиданочки какие-то крупы какие-то сигаретки за чай или за что-то еще а взамен даете информацию интересующую кума режима и кого угодно вот в этом то и заключается непорядочность чтобы четко понимали из того что кто-то прошелся с кем-то и поговорил о чем-то это совершенно не значит что он стучит единственный момент хочу уточнить что если вы это делаете и вас там не знают только вам скорее всего вопросы будут но я уже описывал что в этой зоне я сижу уже давно и поэтому к моему поведению и вообще ко мне все уже давным-давно привыкли что я себя веду так как принципе я себя веду мне как правило это прощалось хотя сейчас давайте вспомню одну такую вещь как это отразилось на моей кошки ксюхи на ту именно которую мне привезли несколько лет назад и она стала со мной сидеть в этом строгом режиме я уже описывал зеленый барак где меня пытались как бы подтянуть за нехорошие слова в их адрес это когда я барак обозвал почти фуфлыжниками то вдруг я смотрю у меня ксюха приходит у нее разбита губа тусе явно где-то достается я сначала думал ну как все кошки лазят по консервам и она порезалась но когда это случилось уже третий раз и я стал смотреть откуда она приходит с разбитой губой соответственно сказал своим этим помощнику ребят посмотрите я же на промке торчу гучу с моей кошкой не то они сказали гера на зеленого барака приходит такая поскольку у меня в зеленом бараке там пару-тройку приятелей было я понимаю что когда они зовут под харчица то есть допустим у тебя есть там косточки еще ну что-то вкусненькое для кошки они подзывают она их знает они уберут приносит себе туда в проходняк покормит и отпускает уж кошка так вот спокойно ходила между бараками все и узнали и вдруг она приходит такая игру слушать ребят не посмотри к сушагер никаких проблем нет да мы ее берем мы зовем мы ее подкормим а что случается потом мы не знаем здесь еще один интересный момент я не знаю как у кого но у меня вот характер ну вот я за свою кошку за свою собаку мне плевать кто там сосед мой друг приятель если вдруг моему животному причинили какой-то увечь и ущерб или даже ударили при мне у меня сразу этот приятель попадает в разряд конкретно врага и у меня такой вот характер что я это терпеть не буду и скорее всего какие-то секунды на ответочку почему это описываю потому что как только коснулся мстят не мне не моему поведению мне сказать не могут а тупо избивают кошку а для меня это прям было я прямо озадачился первая мысль была пойти туда но я понимаю сейчас кроме шухера какого-то и кипиша ничем не кончится поэтому я сделал по-другому я попросил всех выяснить а что же там происходит и зад и все затаилось но я сделал еще одну вещь который в принципе ну эту тему разрешила поскольку у меня же завхоз андрюха у меня с ним теплые приятные отношения мы друг друга понимаем про него будет еще одна история чуть подождите как он прятал мои шахматы я подошел к андрюха давай сделаем так у тебя же там говорю как бы тоже завхоза рисунга дагер конечно у меня с нескольким там очень хорошие отношения игры я дам блок хороших сигарет хорошие это винстон мальборо или честерфильд у нас это вот и что являлась хорошими сигаретами гудова я дам блок сигарет пусть мне просто покажут пальцем на этого человека кто эту кошку бьет больше ничего не надо я сам разберусь и как только я начал и озадачился этими поисками этого ну как по большому счету негодяя то вдруг все прекратилось то есть видим этот человек понял что идут поиски и перестал либо ему сказали слушай там уже гера ищет ну ты больше лучше не трогай поэтому что касается ксюхи этот вопрос я уладил и стал иногда брать ее с собой плюс уже ближе к лету освободился вовка освободился мансур то есть я в этом кабинете остался один где у меня в принципе никаких проблем не возникало но мне становилось там скучно а поскольку ну промзона тишина все отлично более того мы все меж собой оказались ровесниками то все эти оперативники лейтенанты капитаны даже потом в нашу компанию прибился начальник промзоны отличный парень не буду говорить его и не имя ничего у него было красиво и погоняло дед слон был очень такого небольшого роста но приятный приятный чем-то кто смотрит наши видосы на автоканале он очень напоминает женьку который нам помогал с крайстером вот внешне они очень похожи и по разговору и по поведению и он тоже был нам ровесником звание у него было пом тоже капитан не знаю кто его загрузил промзоны мы с ним скинтовались до того что если даже вдруг я уходил в жил зоны по каким-то причинам в тот момент на ночь было оставаться нельзя то он прям приходил ко мне в бар галдер чё-то сидишь я говорю а чё-чё делать пойдем со мной мне там скучно и мы как бы сидели в моем этом кабинете в секции сеток плевать нам было на все весело проводили время приведу простой пример лето и чё-то мы остались вечером это где-то было часов 6 или 7 и вдруг нам пришло в голову идея вместе с децилом а чё нам вечерком то похавать ягу слушай было бы неплохо что-то давно не ел пельмешек он высушил герту принципе в магазине я видел вуза зоны они есть а рядом зоны магазинчик обычный ягу ну слушай сбегай возьми шли пельмешку давай почему нет сбегаю ну учитывая что было лето он пришел злой как собака вывалил мне эти пельмени он герги ты отлично ведь все придумал пельмешки да все хорошо только они там лежат в морозилке в этом магазине в чем проблема так сейчас же лето то есть на мне форменные штаны и форменная рубаха то есть не их прятать то куда игра куда-то их спрятал то где ягод их под рубаху и засунул теперь пока я проходил вахту пока то все по-любому пять минут прошло и гну так метод бог это отморозили они я буду ладно грудь чё-то шумишься куда цел давайте их спокойно сядем покушаем пельмешков ну что ты же на дело пошел проявил сообразительность хорошо спрятал до гигер летом ты больше прятать некуда а чё говорю нельзя проносить пельмелем быть ну в принципе гадает запрещается могла быть ну канитель куда я несу почему я в жил зону несу продукты ягода бог с ним забыли то есть чек даже пострадал по собственной вернее точнее по моей инициативы и по и по собственной креативности ну бог с ним дело не в этом поели мы пельмешках я просто описываю то что когда отношения нормальные по большому счету даже можно делать какие-то мелкие вкусные вещи потому что ну мы опять-то этому делим внимание на зоне но тоже приходится готовить себе еду особенно промзоне потому что ну жрать это баланду я вам скажу ну не есть так хорошо а вот когда ты приготовишься сам мы как бы но этим с удовольствием по улице а плиточка у нас там в кабинете было всегда но поскольку гайки закручивались начались такие приколы я бы так сказал вдруг перед проверкой у нас соответственно боятся все тверскую проверку эту правоскую но самые страшные московской и вдруг с твери прилетает какой-то безопасник я его раньше не видел пробежал по всей промзоне и сказал что везде где есть какие-то кондеечки двери где могут сидеть зэки там сделать окошко окошко должно быть размером примерно с книжку то есть любой сотрудник и не сотрудник может заглянуть в эту дверь не открываю и в это окошко увидеть что там происходит кто остается на промзоне на вечер и на ночь это люди занимаются вот таким творчеством то есть они делают различные поделки не только чтобы заработать себе на жизнь но и соответственно по указке администрации то есть регулярно поступают какие-то заказы и они их выполняют кому интересно творчество которое происходило на вайски нам хемня там несколько предметов осталось вы уже сегодня сможете посмотреть мы в инсте это выставим что касается этих окошек учитывая что это паника все прекрасно понимают что теперь ты можешь делать выкидух и можешь попасться может делать какие-то красивые шахматы нарды или что-то еще какую-то шкатулку ее может увидеть то угодно и сказать слушай давай мне то есть это неудобство конкретное и самое главное собрались все у меня типа того это это я должен был принимать решение чего кому делать набралось нас человек шесть слушай герну а чё я буду я чуть-чуть ко мне-то пришли говорю вам сказали но выпил гера тебе сказали игры мне сказали а ты будешь выпили тигр не буду а как ты там ну озвучишь то но там написано начальник сета капитан вертигел я похож на капитана вертигелла нет соответственно решать вертигеллу будет здесь окошко или нет и когда они все ушли там ну вальс валерку меня были такие ну нормальные отношения у меня валя распространяем нет и как бы тебе вообще похрен у гагера в смысле любой кто к тебе придет любой и скажет почему-то не вырезал окошко ты можешь спокойно сказать и сослаться на начальника колонии а если вдруг начальник колонии спросит а с какого хрена ты ссылаешься на меня ты скажи да очень просто когда у меня приносите приклад от своего ружья то давайте пусть вижу я и вы а все остальные кто может звук не зают приклад для вашего ружья делаю и на этом твой разговор закончится а начальник колонии всегда тебя отмажет не переживай он guten гер гитао на туре сколько у хрена аггат собрался уже вырезать огонь не вырезай ничего ягорに буду вырезать пока кто-то не придет из серьезных офицеров и не скажет, слушай, вырезай. Все остальное не моя проблема. А тем более, ты знаешь, кто у меня собирается, ну, я думаю, им тоже это совершенно не нужно, с кем они тут гоняют чаи и тут играют в карты и так далее. Он говорит, ну да, логично. Итак, началась проверка. Прошло где-то, ну, может быть, дней пять. Понедельник в зоне Шухер. Все гасятся. В общем, с Москвы приехала проверка, плюс Тверская управа. Короче, канитель конкретный. Майоры, подполковники, все бродят по жил-зоне и по пром-зоне. Естественно, поскольку все навырезали окошек, окошко не только у меня. И у меня в кабинете собралось пару оперов, соответственно, где-то три зэка, в том числе и Валера. И все мы сидим у меня, закрыли дверь, ну, идет проверка, да и пусть она идет. И вдруг кто-то ломится в дверь. Откройте, откройте, либо будем ломать дверь. И мы так все между собой переглянулись. Я посмотрел, ну, по идее-то, если как бы стучаться в дверь, то явно не зэк должен открывать, должен открывать опера. Опера по сравнению сказали, не, не будем открывать. Я говорю, а что тогда делать? И тут я вспоминаю, что когда-то мы с Мансуром сделали огородик у себя под окнами. А учитывая, что лень обходить все это здание, то мы сделали что? Мы выпилили решетку. То есть у нас сплошная решетка, которая должна быть на окне. Мы в ней сделали калиточку. Эта калиточка открывалась на незаметных петлях и в пазик вставала. То есть снаружи, если посмотришь, обычно решетка. Только мы из нее еще сделали калитку. То есть открываешь окно, открываешь калитку и выпрыгиваешь. Ну, естественно, понимая, что сейчас будет какая-то канитель, мы все свинтили. Остался только как раз вертигел, который спокойно, видимо, потом открыл вверх и сказал, в чем проблема? Это мой кабинет, я здесь сижу. Откуда я знал, что эту картину будет наблюдать наш начальник оператора? И причем хорошо, что именно оперчасти, потому что выбегали там его люди. И поэтому, когда прошло где-то, наверное, часа три и меня вызывают на вахту, то там меня ждало два приключения. Приключение первое. Начальник оперчасти. Он меня подзывает и говорит, поди сюда. Он говорит, Гер, я кое-как смирился с твоим этим адидатским спортивным костюмом. Хрен с ним. Я до сих пор не знаю, почему ты носишь свою бандану с черепами. Я говорю, как, почему? Мне Вова Золата подарил и сказал, Гер, она фартовая. Говорит, хрен с ней с банданой. Но я случайно увидел такую картину. Я говорю, какую? И я смотрю, как идет проверка. И вижу, что они пошли в это здание, где сидишь ты со своими друганами. Я говорю, ну. Но я никогда не думал, что вдруг откроется зарешеченное окно, которое не должно открываться. И в него выпрыгиваешь ты в своей бандане. Я еще думаю, о, отлично. Этого-то зэка я знаю. Сейчас он меня получит по полной программе. Но то, что я видел потом, меня настолько удивило, что я хочу тебе задать этот вопрос. Я говорю, что прошу потом? Значит, выскакиваешь ты. Я говорю, понятно, зэк бежит. Проверка боится. Потом выскакивает офицер. Я так думаю, офицер-то что выскакивает? За тобой, что ли? Потом выскакивает опять зэк. Потом опять офицер. Причем это все мои. Я говорю, ну да. Он говорит, ты мне можешь объяснить такую вещь, Герман? А что у тебя там происходит в твоей этой кондейке? А я прекрасно понимаю, сейчас нужно что-то сказать такое, чтобы он отстал. Я выдал только одно, что мне пришло в голову. Я говорю, так проверка же. Он говорит, ну да. Я говорю, так все бздят. Он говорит, в смысле? Ну и мы, зэки. И офицеры ваши. Всем это нахрен не нужно. Это попадало. Поэтому у нас был крайний вариант смыться. Я говорю, а эта штука, которую вы как бы обозначили, которой нужно открываться, как раз мы долго думали еще с Мансуром. У нас же должен быть пожарный выход. Он говорит, какой еще нахрен пожарный выход? Я говорю, ну в случае пожара, какой вся эта ситуация? Нам куда бежать-то? А у меня же там собираются офицеры, вы же знаете. Поэтому вот придумали такой вариант. Он никому не мешает. Он говорит, завари нахрен эту хрень. Иди отсюда. И у тебя еще одна проблема сегодня какая? Говорит, приехал опять это ФСБ. Не ругайте меня. Пусть это будет ФСО или еще там что-то. Я не знаю. В общем, внутренняя их служба. И тебя начальник управы ищет по этому вопросу. Я говорю, окей. Я говорю, а звание у него какого? Он говорит, полковник. Я говорю, у меня сейчас в квадте он. Он говорит, да, где-то. Он где-то через час будет сидеть на вахте. И скорее всего тебя вывозит. Так что готовься. Я примерно понимаю, о чем идет речь. Думаю, чего опять они про это вспомнили? Ну и где-то через час меня опять вызывают на вахту. Хорошо, что меня припредил начальник оперчасти. Я так морально был готов. Действительно сидел полковник в форме. Представился, что он тут по внутренней этой службе. И у него ко мне несколько вопросов. Я говорю, ну окей. А в чем проблема? Он говорит, ты подтверждаешь, что твой начальник отряда у тебя на той зоне до этого был тоже начальником отряда? Я говорю, да, подтверждаю. Ты подтверждаешь. Называет меня Михаил Викторович. Фамилия его. Что это он? Я говорю, да. Тогда пиши объяснительную. Я говорю, в смысле какой объяснительную? Ну получается, говорю, по нашей схеме, что ты там с ним, здесь с ним. И поэтому, скорее всего, сейчас будет вставать вопрос, что у вас неформальные отношения. А скорее всего, за взятки он покрывает всю твою деятельность. Я посмотрел твое дело. Там не все однозначно. Я говорю, подождите. У нас сейчас стоит вопрос о коррупции. Он говорит, да, конечно. А я говорю, а в чем коррупция-то? Он говорит, ну в чем тебя покрывает. Я говорю, а где покрывает? Если вы только что сказали, читали мое дело, там сколько нарушений? Вот так, ну штук шесть или семь. Я говорю, по серьезности они какие? Говорит, ну пронос запрещенных предметов. У вас там какая-то там то ли пьянка, то ли не пойми, что запрещенные вещества. То есть, ну по тебе там конкретно. Я говорю, так а где он меня тогда отмазывает? Если мы сейчас с вами разговариваем, я, получается, нарушитель. Меня списывали с промзоны еще откуда-то. Он ни на одну вот эту вот бумажку, которая была на меня, не смог ни разу меня отмазать. Он говорит, ну да, логично. Я говорю, так а как мы тогда из этого, изо всего сделаем вывод, что я сейчас в данный момент нарушитель, а он меня за деньги отмазывает? Ну, здесь нестыковка. Он говорит, слушай, точно да. Он говорит, давай так, ну мы этот вопрос пока подвесим. Я пока позанимаюсь этим делом, потому что, значит, мне дали неправильную информацию. Слушай, да, говорит, я твое дело посмотрел. Там, говорит, да, там, говорит, не получается. Я говорю, ну все, ок. Причем я когда вышел, я до сих пор не понимаю, что это было. То ли ему действительно просто сказали, слушай, пробейка вот этого. А получается как-то, ну как-то странно. До сих пор не знаю, как работают эти службы. Во всяком случае, когда я разговариваю с начальником оперчастия или разговариваю с начальником режима, это полностью компетентные люди. А здесь целый полковник, который заведует такой службой, как-то по-детски со мной побеседовал. Ну будем считать, что повезло, а может он уже какой-то опрос сделал, со мной была уже просто формальность. Потому что странно вызывать человека, понимая, что там дохрена чего не стыкуется. Поэтому вот такая вот история с приключениями, которые возникают при проверке. Но учитывая, что я там большую часть времени был один, то у меня появилось еще два приятеля. Первый это Петруха, это сын довольно-таки серьезных родителей. Отец у него был довольно-таки известный художник. Сейчас Борис Петрович у нас настоятель в церкви, где-то в Московской области. Нет-нет, я с ним созваниваюсь. Точнее, даже не столько с ним, сколько со старшим братом Петрухи. И большой им всем привет, а также им и Дмитриевне, и его матушке, которая здесь в Кусково тоже работала. Что касается Петрухи, это будет целое, наверное, отдельное видео. Из-за него я стал художником, причем более-менее профессиональным. Хотя, ну, до этого меня к этому совершенно не тянуло. И еще про кого хотелось бы вспомнить, у него сложилась не менее трагическая судьба, практически как у Вовки Фалина, только он на свободе прожил чуть дольше. Это Сашка Пелепчук. Это, наверное, из самых таких близких моих приятелей, с которыми мы продолжали дружить и на свободе. Чем он мне запомнился? Это тем, что у него, вот как вот бывает, что у человека одно на другое накладывается, вот у него было именно так. Я про него, наверное, расскажу, может, чуть побольше. А так, вкратце, то есть вот человек садится за оружие, только у него, в отличие от меня, у кого была просто ТТ-ха с собой, у него была полная сумка. Там автоматы Калашникова и пистолеты и гранаты. То есть целый арсенал. Его прям повязали прямо у гаража. Но через какое-то время, когда его закрыли, у него была любимая девчонка. И ее закрыли месяца через три, хотя она училась в каком-то более-менее серьезном институте за переноску или перевозку, короче, запрещенных веществ. То есть ей тоже дали там в районе трех или четырех лет. Причем я ему говорил, я говорю, если ты, вот я, например, не живу, где прописан, и тебе то же самое советую. Мы с тобой все-таки преступники, которые в своей жизни сделали много чего и нехорошего. Не живи, не живи, где ты до этого жил, не живи, где ты прописан. А у него так получилось, что она, что он живут чуть ли там не в соседних дворах. Они с ней познакомились на улице. Более того, Сашка уже попадал в переделки, почему у него при себе всегда было оружие. У него в спине уже сидела пуля от Макарова. Его спасло только то, что, ну Макаров все знают, он такой пистолетик-то больше для обороны. И эта пуля прошила сидение пассажирское, прошила сидение водительское, и у него в мышцах спины уже остановилось. То есть чуть-чуть левее позвоночник, чуть-чуть правее она прошла бы дальше. То есть ребро и мышцы остановили. Мы с ним освободились практически вместе. Он вышел после меня где-то через полгода. Мы с ним еще года полтора так вот виделись на каких-то общих. Он на всех днях рождениях у меня был. Я знал, когда они расписались. То есть этих людей тюрьма не развела. Они все освободились, встретились, поженились. И у них родился прелестный ребенок. То есть ребенку было на тот момент, когда убили Сашку, даже, по-моему, годика не было. Убили его в 2004 году, в марте. У них вместе с Сашкой Мазуром, другим моим приятелем, получилось две недели разницы. Я сейчас числа не помню, но вот первого расстреляли Сашку Пилипчука в подъезде 8 марта. А что-то с 16 или 18 застрелился Сашка Мазур. Что происходило еще на промзоне? Я вам обещал рассказать, как возникают приключения на ровном месте. Я себе на день рождения заказал у лучшего резчика самые лучшие шахматы, которые до этого еще никто себе не наказывал. Шахматы это не просто шахматы. Начнем с доски. Доска была сделана как шкатулка, как столик. А все эти поля и буквы должны были быть сделаны как инкрустация. То есть это типа шпона что-то такое. Я со всеми договорился. Фигурки должны были вырезать либо из какой-то хорошей, дорогой породы дерева, в крайнем случае из разного цвета камня. То есть я конкретно заморочился. И все было бы хорошо, пока информация держалась внутри нашего круга. О них знал Сашка Пилипчук, о них знал я и о них знал Бугор Столярки. То есть точнее Гоша. Скорее всего от Гоши и утекло. И в тот момент, когда они были уже готовы, стал вопрос, учитывая, что это ценность, ну и как бы деньги заплатил я немалые, где это можно было спрятать? И началась конетель. А вот какая конетель и чем она закончилась, я расскажу в следующей серии. Надеюсь, вы все зашли в наш инстаграм, посмотрели первую главу. Также мы там уже сказал, я выложу поделки, которые там делались. Всем до новых встреч. С вами был Герман.